Девушки отдыхают На поле, это научное поле Здесь у нас как раз и демонстрационный посев Здесь посеяна и мировая коллекция вир Здесь также посеяны селекционные образцы Сегодня мы это посмотрим, но я думаю коллекция это не так будет интересно Посмотрим селекционные образцы, как селекция ведется, какие направления наши селекции Вы посмотрите, какие у нас направления селекции в нашей работе Я хочу передать слово Анне Георгиевне Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, гости Мы рады вас приветствовать на нашем поле на Кубанской земле Поле бакчевых культур в этом году составляет 7 га Из них половина это коллекционный селекционный участок И участок первичного семеноводства Тех сортов, которые мы создали в нашей группе И размножаем, те, которые пользуются спросом Вся наша работа построена с использованием коллекционного материала вир Который находится в Санкт-Петербурге А наша Кубанская опытная станция является филиалом этого института Все, что создано в нашей группе Это благодаря уникальной коллекции вир Собранной во многих странах мира Николаем Ивановичем Вавиловым и его соратниками Работа в группе ведется с 1971 года Когда на Кубанскую станцию приехал Тиханович Генрих Адамович Это благодаря Генриху Адамовичу, его труду, его энтузиазму И благодаря просто труженикам Давайте начнем наш показ, нашего поля Я хочу провести вас и показать вам Либо лучше сейчас Генриху Адамовичу дать слово для вступления А я ознакомлю вас с нашими сортами А для начала Генрих Адамович вкратце расскажет О том, как все на нашей бахче начиналось Хорошо Уважаемые коллеги Я также приветствую вас на нашем опытном поле Наша работа проводится в рамках Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова И эта работа включает основную цель Главная цель нашей работы это сохранение коллекции Размножение и поддержание ее для закладки на длительное хранение Но помимо этого мы занимаемся также изучением коллекции Для того, чтобы выделить исходный материал для разных направлений селекции Наша станция является одной из ведущих в системе Всероссийского института растеневодства Вот по изучению, по сохранению, по селекционному использованию образцов коллекции Ну, вам известно многим работы Николая Ивановича Вавилова Крупнейшего организатора нашего института Который использовал коллекцию и рекомендовал селекционерам для селекции У него есть классическая работа под названием Селекция как наука Эта работа является, по сути дела, настольной книгой для многих селекционеров Он определил селекцию как искусство, как науку и как отрасль сельскохозяйственного производства И дал такие емкие лаконичные определения Ну, первое определение Селекция представляет собой эволюцию, направляемую волей человека И второе определение Селекция как наука Есть учение о выведении сортов в соответствии с потребностями человека Ну, это как бы ключевые слова для тех, которые работают с генетическими ресурсами растений И проводят исследования по селекции Вообще коллекция бахчевых культур очень разнообразна Как по происхождению, ботаническому составу, географическому распределению, хозяйственному использованию Чтобы вам было известно Коллекция бахчевых культур насчитывает более 10 тысяч образцов Ну, точнее, если говорить, 10 558 образцов Из них арбуза 3166, дыни 3714 В разных видах тыквы В 2018 еще есть редкие тыквины Лагинария, люфа, мамордика, трихозанта и так далее Вот всего 10 558 образцов Основная цель нашей работы Выделить непосредственно среди многообразия коллекции Исходный материал И мы это делаем А также делают и другие научно-исследовательские учреждения нашей страны Ну, например, в Краснодаре, в Астрахани, в Волгограде и многих других На основе использования мировой коллекции Наша опытная станция за этот период работы Который мы работаем на станции Вывела 38 сортов разных культур Арбуза, дыни, тыквы, кабачка и патиссоны Но, к вашему сведению, выведено 13 сортов арбуза 11... нет, 5 сортов дыни 11 тыквы, 10 кабачка и 3 патиссоны Между прочим, вам хорошо известно, что сейчас В нашей стране очень серьезная конкуренция По сортам Это свидетельствует о том, что В реестре селекционных С вечера приходит крупным размером куста Она очень на жару Гитара образует Посылка недозренная Примерно две недели На море Два квадрата Один Метр сортов на сетс Я понимаю, что метр на сетс Да, 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 это тоже Примерно Это новый сорт арбуза Адам Он включен в реестр селекционных достижений в этом 2021 году Характерен тем, что он среднеспелого срока Очень красивая краска коры, как мы считаем Это тип Мелитопольского астраханца Который все знают, все любят И у этого арбуза розовая мякоть, но она очень сладкая Сегодня будем дегустировать, попробуем Это арбуз Это Адам Новый сорт И новый сорт раннеспелого, даже я бы сказала, ультраскораспелый сорт дыни Станислава Включен в госреестр в 2021 году В этом году мы передавали на испытание и включили в реестр Раннеспелый и очень сладкий для ранних дыней характерно У нас обычная комплимента, если дыня ранняя, то там мало сладкая Эта дыня в себе сочетает и раннюю спелость, и высокий сахар, и хорошее качество Это как название? Станислава Сорт пиквы, крупнооблодные цигарки Это наш новый сорт, который включен в реестр в 2021 году В этом году включен уже в производство Его можно спокойно запускать Это более ранний сорт, чем зимняя сладкая С более тонкой мякотью, но не менее сладкой Единственный минус, если поле очень чистое Нет травы, эта тыква имеет особенность подпекаться на солнце Вот этот маленький минус А в целом, сорт тыквы очень достойный И я тоже полагаю, мы еще не испытывали ее в средней полосе Но полагаю, что она у них успеет вызреть Чем больше гофрированность, тем больше сахар Да, да, дискрияется такая Сорт пиквы, тыквы и потом склады Перейдем на арбузы К болезням И его красить у нас родников И когда у нас есть шикарные тыквы Включены или вы до того уже Нет, мы не имеем права Да, это нежно-зернистое, очень сладкое мякоть И пользуются Тут сейчас очень серьезная конкуренция на рынке По любым культурам сейчас Вот иностранные фирмы Ну возьмите Голландия, да? Да или Италия, Франция Они взяли Россию в качестве полигона Ну что такое Голландия? Это маленькая страна, негде там по сути дела испытывать Ну в Африке, в некоторых регионах Там Марокко, они испытывают А в России неограниченные возможности Разных природно-климатических условий И они очень внедряются в наш рынок Испытывая разные культуры В разных условиях В том числе и в Краснодарском крае В Ростовской области В Ставрополе Везде тоже проводят День поля Рекламируют свои сорта И правильно делают Правильно делают почему? Потому что мы тоже не должны В какой-то степени уступать им Оценивать свои сорта Так же как и они Раньше вот в советский период Система государственного сорта испытания Была более обширной Ну ясно до развала страны Сейчас только Россия Раньше испытывали и на Украине И там в Белоруссии, в Прималтике В Казахстане, Средней Азии Вот То есть широкий Так масштаб испытаний был И это было хорошо И еще Они платили нам За испытания За размножение Платили нам Сейчас мы платим А науку ограничивают Финансирование Объединяют разные Объединяемые Научно-исследовательские учреждения Как пример Скажем Институт Рисад И там же Отдел овощных И бахтевых культур Раша была Сильнейшая опытная станция Краснодарской НИИ Овощных И бахтевых культур Да? И картольных Также вот В Астрахани Развалили Всероссийский институт Рашаема Овощиоста И бахтевоста Некому работать Ну и так далее Далеко ходить не надо И поэтому Нет Со стороны Государственных органов Чиновников Позитивных решений В смысле Проведения Научно-исследовательских работ Сокращают Раньше еще было Сокращали Штаты А сейчас Финансирование Сокращают И так далее Вот Вот пример Они живут там А сюда есть где-то работа Они не заинтересованы Чтобы здесь Поэтому Ну научились Больше разваливать Разрушать Будем бы хорошие Разрушать По ценовой политике Можно услышать? Да, конечно Семена почем У нас дыня Две с половиной тысячи килограмм Это не жалко А дамы мы еще не продавали Не реализовывали Потому что Не было Немного Семена будут в этом году Так, мы посеяли Немножко Лучше на следующий год Мы сейчас посеяли Отберем Еще вот Для участников Для участников Дня поля Надо исключение сделать Скидка 2% Немножко Тем, кто приехал Понемножку А теперь вы спросите Вы спросите Просто Как эти семена Зафиксируйте Вот как Получить этот килограмм Семен Да Сколько нужно встать На колени Сколько нужно разрезать Сколько вычистить Анна Генриховна А скажите Вот На естественном фоне Как вы выращиваете Урожайность Насколько Снижается По сравнению С интенсивным Мы такое исследование Мы не проводили Да Но я бы не сказала Что она снижается В принципе На естественном агрофоне Урожайность Вот арбуз Родник Он в среднем Показывает 50-60 тонн Гектара В ваших условиях Да На Черной Зоме На нашем тяжелом Вот Наши же сорта Вот тип родника Там Чарстона И прочее И прочее Когда мы отправляем Волгоградскую область Вот На Супещаной почве Урожаи возрастают Значительно Потому что У них более бочевые условия Для роста А вот их сорта Которые мы сеем У себя Волжанин Холодок У нас вообще Вот у нас На поле Они не идут Вот в условиях В пределах ботаники У нас тяжелая земля Чернозем Ты правильно сказала Значит А то что хорошо Показывает себя у нас Зарекомендовывает Вот у нас шикарно У них еще лучше Подкормки делаете какие-то? Нет Абсолютно Под осеннюю спашку Мы ничего не вносим Весеннюю не вносим Мы в этом году Поэтому арбуз такой А если бы вносили Вот такой был бы Вот это что у них Ну правильно У нас есть песня Сейчас стоит Что у них Нам надо Атомная Русская У нас У нас Нам нельзя Снимать У нас коллекция Будет лучше у них Чем у нас Уважаемые коллеги Вам спасибо И наши науки И в итоге Процветание И слава нашей страны Для будущих поколений И для нас сейчас живучих И я хочу вспомнить Тех Кто работал с нами Много лет И кого уже сейчас нет К сожалению Вот Но эти люди тоже Отдали жизнь Работая Создавая Эту всю красоту И большая Благодарность Ныне живущим И поклон И тем Которые сейчас С нами нет Но кто Приложил максимум Усилий И отдал жизнь Спасибо всем Спасибо огромное Что вы приехали Что вы Познакомились С нашей бабчой С нашей работой Оценили Нам очень интересно Ваше мнение Вот И приезжайте еще К нам Сейчас мы наверное Будем обсуждать Все это в ДК И очень было бы интересно Вот Услышать Отзывы Ваши Спасибо огромное Всем Спасибо Спасибо